Высота с четырехэтажный дом, длина 540 метров. На пересечении главных артерий города Московского шоссе и проспекта Кирова началось возведение третьей секции тоннеля. Уже на этой неделе будут заливать основания. Сколько кубометров бетона понадобится и когда будет открыто движение? Масштаб работы оценила Виталий Портнов. Готовность тоннеля на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова порядка 30%. Две части из четырех готовы полностью. Залиты не только основания, стены и колонны, но и своды. На объекте работает около 300 человек и 100 единиц техники. Шум металла, искры сварки. Процесс строительства круглосуточный. На пересечении с проспектом Кирова началось возведение третьей секции тоннеля. Сейчас идет арматурная обвязка. 1200 кубометров бетона зальют уже на этой неделе. На это понадобится 24 часа. А всего потребуется 44 тысячи кубометров бетона. Строительство северной рампы развязки планируют завершить уже в этом году. После чего начнутся работы на южной. По той же схеме. Сначала котлован глубиной 12 метров, затем возведение четвертой, последней части тоннеля. Параллельно идут работы по устройству ливневой канализации. Тоннель закрытая конструкция. Туда вода будет в любом случае попадать, ее надо как-то отводить. По этому проекту предусмотрена насосная станция, с которой будет выкачиваться вода в ливневку городскую, которую мы тоже переустраиваем. Часть основной дороги Московского шоссе от проспекта Кирова до Димитрова переделали практически с нуля. Песчаное и щебеночное основание готово. Уже уложен нижний слой асфальта. Предстоит еще два. В конце августа готовность всего объекта составит 40%. По основному ходу мы пустим. И работы будут производиться. Это не окончательно, потому что, как вы видите, разделительная полоса, там будет освещение, бордюрный камень устраиваться. Работа будет идти, но немножко полегче будет ездить, чем сейчас. Если перенесут коммуникации до конца месяца, это вода и газ, которые на ракетке, то мы планируем в этом году пустить движение по тоннельной части. Все работы планируется завершить в декабре 2017 года. Тогда основное шестиполосное движение пойдет низом по Московскому шоссе, а наверху будет организовано кольцо со съездами и дублерами. На свое место вернется и штурмовик Ил-2. Виталий Портнов, Александр Ерофеев, Новости губернии.